Ребята, смотрите, у меня муж пришел с работы и принес детям новогодние кульки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Сейчас мы с вами один распакуем и посмотрим. Но они, по сути, одинаковые должны быть. Сейчас я распакую и покажу, что там внутри. Так, смотрите, во-первых, были они вот в таких подарочных пакетиках красивых. Но тут пакетики все разные, смотрите. С Дед Морозом, со Снегурочкой, опять Снегурочка, Мишка, Дед Морозы. А внутри у них содержимое у всех одинаковое. Ну, давайте смотреть, какие конфеты здесь есть. Картошка, Рио, Степа, кукуруза. Пироженки есть вкусненькие. Бисквитное пирожное. Ваня там мультики смотрит, и папа пришел с... О, вот это вот вообще классные, бананоман. Очень вкусные. Ну, такие вот конфетки. Вот, такую мы еще не пробовали. А так остальные, по сути, все просто... Смотри, Ваня, кульки папа принес, да? Ой, конфетки Ваня принесли, да? Чудо. Объекновенное чудо. Ну, смотри, смотри. Ой, Ваня конфетку взял, да? Ну, ладно, иди. Коровка. Вот этих вот нам всех кульков хватит на месяца два. Обычно я их убираю, и потом понемножку даю им с чаем попить. Что? Ешь давай. Вот такие вот кулечки у меня муж сегодня принес. Вот надо будет потом прибрать, и деткам будет на Новый год. Всем доброе утро. У нас время утра. Вчера, видите, так меня никто дорожки не почистил. Придется сегодня утром с самой. Я вчера только устала, голова так болела сильно, уже легла, просто лежала. Сегодня даже Оксане забыла на труды приготовить ватные палочки. Все остальное вообще... Сегодня приду, потому что я поехала, мне надо заплатить за Ваню анализ. Тайсон в будке сидит, его не видать. И зайти в КДМ, взять копию этих жалоб. Ладно, едем в город. Стою на остановке, жду автобуса. Смотрите, у нас тут елочку уже украсили, горит красиво. А вот здесь вот звездочка горит. Потихоньку к празднику украшает уже город. Сейчас у меня ученики должны приехать на ту остановку скорую. А я здесь стою, жду автобус. Зашла в магазин, купила сахар и сок. Немножко деткам взяла. Я думала, анализ на АБУ дорого платить. Оказывается, нет, 79 рублей всего заплатила. А я 300 рублей оставляла специально на анализ. Вот как раз зашла сахар и сок взяла деткам. У нас время 9 часов. Он, наверное, городской. Сейчас, наверное, мои ученики пойдут в школу. Катя и Егор. Сегодня у них с третьего урока. В 9.45 уроки начинаются, поэтому они из дома поехали. Вот так вот. Ладно, ждем, стоим автобус и поедем домой. Всем добрый вечер. У нас вечер. Все заметает. Снег так и метет. Я на автобус тороплюсь, чтобы ехать за Маришенькой в садик. Мы сегодня на автобусе уехали без снегоката, потому что метет прям очень сильно. Да, Тайсон? Тайсон, привет! А то все тебя потеряли. Думают, что ты не выглядываешь уже. Все, значит, тебя нету. Ну, все хорошо, да, Тайсон? Замечательно. Ладно, бежим на автобус и то опоздаем. Всем добрый вечер. У нас уже вечер. Ничего себе вообще не могу. Плохо себя чувствую. Со вчерашнего дня голова так и болит виски. Ну, ничего, не в этом суть. Я сходила в садик, зашла в магазин, взяла две маковые и одну чаобата деткам. Чтоб хлеб у них было. Дальше. Дальше, дальше. Опять для деток покупка. Это печеньки, которые я всегда беру или творожные, или топленые. Оттого не было. А тут с гущенкино. Печенька. Три пакетика взяла. Чтоб у них всегда были печеньки, чтоб они могли чай попить с печеньками. Бывает, утром пьют перед школой или как-то еще. Поэтому печеньки берем. И также взяла две булки белого и одну черную. Сейчас буду опять ужин говорить, потому что все доели. Сейчас на ужин на что-то приготовите. Что-то на завтрак, что-то на утром. Также взяла еще 5 литров молока. Молоко у нас быстро. Сейчас Ванечка хочет супик молочный с вермишелью сварить. И взяла крыло куриное 2 килограмма. Вот такие вот в целом у меня покупки. Сейчас будем суп варить. Один молочный еще сварю с мелкой вермишелью. Я не знаю, что такое, но у меня какие-то плещики над бровями повылазили. Прям болит. Видите, что-то вот прямо... Нет, вроде протираю аккуратненько стараюсь. Ладно, дорогие друзья, остывайте со мной. Сейчас будем готовить вкус. Чувствую, что виски вообще сильно болят. Решила померить. И у меня показывает 92 на 73. Сердечное, очень повышенное. Аппарат, кстати, у меня вот такой вот. С крышечкой. Спасибо, Оля с Антоном. Сейчас, наверное, экстрамон, что ли, выпить. Не знаю, что ей делать. Я сейчас картошку чище. Затопила печку. Так, пока сюда поставлю. Истопила печку. Чищу картошку. Сейчас будем варить суп. И еще молочный суп поставила варить. Сейчас я вам все покажу. Так, поставила варить суп. Тут у меня будет молочный суп. Тут еще какой-нибудь суп. Сейчас варим, не знаю еще. А тут хочу сейчас компот поставить варить. Сейчас воды... Ой, воды. Компот помою и положу сюда. Сейчас хочу себе сделать кофе. Попить кофе, может, полегче будет. Я понимаю, что уже вечер, и что кофе пить нельзя. Но если голова болит, надо что-то это. Попить. Сейчас сделаю кофе. Начистила уже картошку, свеклу. Сейчас капусту нарежу, решила борщ сварить. Прямо опущусь, надо налетить. Все, голова вообще ничего не соображает. Вот что значит. Понервничаю, и все это начинается у меня. Как некоторые пишут, да, она нисколько не нервничает, мне кажется, и по барабану. Ага. Вам может быть по барабану, а мне не по барабану. У меня потом вот так вот и выходит все. Хоть я вчера и выговорилась, но хоть и не ревела. Но давление все равно скачет. Но ничего. Сейчас будем с вами кушать, варить. Перелила я суп в другую кастрюлю, потому что там маленькая будет. Хочу побольше кастрюлю сварить, чтобы на завтра, на утро еще хватило. Потому что пока я утром сварю, это уже к обеду подойдет. Поэтому решила с вечера побольше кастрюлю сварить. Также компот варю и молочный суп. Ладно, сейчас я вам все это покажу. Тут что я рассказываю постоянно. Так, почистила картошку, морковку и свеклу. Сейчас все это помою и буду резать для супа. Потом надо еще капустой заняться. Ладно, приступаем к нарезке овощей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поставила уже жарить свеклу. Обжаривать. Я часть свеклы, как вы видели, порезала кубиками, часть на терке. Хочу так сделать. Тут у меня скоро закипит вода на супик молочный. А здесь на мясо, на пену, кстати, снять. Тут чайник еще не закипел. Да ладно, продолжаем дальше готовить борщик. Так, сварила супик молочный с вермишелькой. Наложила уже деткам остужать. Ваня с Мариной. Остальные сказали, пока не хотят. И сейчас надо мне еще поставить Тайсону, что кушать, сварить. Борщ почти у меня уже сварился. Просто у меня видео монтировалось с Васильком, поэтому не могла дальше снимать. И сейчас хочу поставить Тайсону, кушать, сварить. Ребята, приготовила еще свежий домашний майонез. Вот такой вот он у меня получился. Но он, когда постоит в холодильнике, он еще загустевает. Поэтому вот так вот. А потому что будет борщ, а к борщу свежий домашний майонез. Сварила вкусный домашний компотик. Всем, кто пьет, тоже приятного аппетита. Дорогие друзья, сварила я уже борщик. Сейчас в борщик добавим вкусный домашний свой майонез. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а это я наложила мужу, сейчас будет кушать он. Всем доброе утро, дорогие друзья. Я сейчас буду чистить дорожки. У нас, видите, все завалило. Мы кое-как вылезли из калитки. Это вообще что-то с чем-то было. Муж там вот за калитки-то прочистил. А там у нас, когда трактор чистит, получается всегда так, что у нас потом калитку не открыть, не закрыть. И вот сегодня мы кое-как вылезли. А я еще буду дальше чистить до самой калитки. Ладно, сейчас почищу и потом покажу, что получилось. Тайсон! Тайсон! Видите, глазки светятся. Это Тайсон стоит. Все, дочистила я дорожку. Я бы не стала чистить, но, видите, из-за того, что нам с Ваней надо на прием идти, не надо чистить. Так бы потом бы Егор бы пришел, почистил. А так сама немного прочистила. Видите? Тропинку. Устала. Сейчас отдохну немного. Потом буду будить Ваню. И пойдем. Надо сначала давление померить. Вески ловят, взлом ловится. Прям аж не могу. Сил нету никаких. Что-то фокус не ловит телефон. Ну ладно. В целом вот так вот дочистил все. Сейчас пойду. Так, фокус надо поймать. Во, фокус поймали. Сейчас пойду уже домой, чай попью и поедем в больницу сдавать анализы. Куда Ваня собирается ехать? В город, да, Ваня? Анализы сдавать. Одели все уже, обули. Сапожки обули уже. Да, сейчас куртку будем одевать. Да. Но еще рано до автобуса. Ваня спать хочет? Нет, не хочет? А что тогда зеваешь? Лямка сломалась. Они вот эту вот штучку потеряли и не знаю, как проделать штаны теперь. Завязали просто. Да, Ваня? Надо что-то придумать, да? От старых штанов оторвать. От каких-нибудь. Да? Такое это. Там, да? Хорошо. Ладно, собираемся на автобус. У нас время 9.05. И скоро поедем, да, Ванюша? Скоро Ваня в садик ходить будет, да, сына? Да. А Дед Мороз тебе будет подарок дарить, Ваня? Да. Да? Что ты сказал? Подарок тебе принесет Дед Мороз один. Да? Вкусный подарок будет или нет? Да? Ну ладно. Одеваемся и едем на автобусе. Все, мы с Ваней уже идем на остановку, да, Ваня? На автобус поедем. У нас снег идет. Что, Ваня? Много снега, да, Ваня? Ой, как много снега. Все спят, соседи у нас все спят. Да. Света с Катей еще, ой, с Машей дома еще. Вон там Тайсон, Ваня, смотри, там Тайсон. Тебя встречает. Да, Ваня? Ваня тут идет. Шагай давай, шагай. Да, Тайсон. Шагай, Ваня. Снег, да. Ой, Тайсон увидал Ваню. Смотрите, как он Ваньку любит. Смотрите, Ванька стоит, на него смотрит. Да, Ваня? Ух, Тайсон, аж пританцовывает. Тайсон, привет. Скажи Тайсону привет. Привет. Да. Ладно, бежим, 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 бежим на автобус. Пока, Вав, да? Стой, мама. Откроет? Выходи. Сегодня муж что-то здесь плохо почистил. Надо лучше будет потом почистить. Так, сюда, сюда, шагай, сюда. Давай, маме, ручку. Ну и все, мы шагаем на остановку. Стоим на остановке. Ваня снег пинает. Да, Ваня? Что там? Снег там? Там грязный снег, Вань. Там грязный снег. Ладно, ждем. Стоим автобус. Да, везде снега. Да, много? И там снег есть, но там мало снега. Ладно, ждем автобус. Мы уже приехали домой. Ваня, покажи, что ты купил. Покажи, какой у тебя бычок. Вот такой. Нравится? Все, шагаем. Пойдем. Сейчас домой приду, расскажу, что случилось. Ну, потихоньку идем домой. Ой, ребята. Наконец-то дома. Кое-как дошла до дома. Можно Ваню мучкать? Сейчас. Да, пускай. Подожди, Маш. Сейчас на видео откроем. Подожди. Что, короче, случилось? Сейчас расскажу. На остановке стояли, автобус ждали. Автобус стал подходить. А у нас остановки не почищены. И автобусу не подъехать. И, получается, я Ваню взяла на руки, стала заходить в автобус, ну, чтобы залезть. И наступила на снег, и назад себе пала. Потому что там галимый лед. Там просто лед. У меня сейчас болит копчик, у меня болит нога, у меня болит рука. Но самое главное, ребенок не расшибся. И никто даже не помогал встать. Сама кое-как встала и залезли в автобус. Ну, ладно. Самое главное, что хорошо обошлось, и ладно. Так, в целом, что купила? Хлеб. Взяла копченую рыбку. Одну штучку поесть. Молоко взяла и деткам орешки. Вот такие вот себе покупки. Сейчас покажу, что Ване купили. Ване мы купили вот такого бычка. Он меня попросил. Внутри что? А это что такое? Ням-няма! Ням-няма, я поняла. Это наподобие как киндера. На, открывай, ешь. А тут что-то вот такое вот. А, все, поняла. Маш, достань его внутри. Голова, голова, голова. А что, голова не достается? Так, ладно, сейчас я разберусь и покажу вам. Все, ребята, собрала. Вот такой вот бык получился. Там вот такой динозаврик. Вот сейчас можно соединить, склеить и на елку повесить. Год быка же нынче будет. Тут, видишь, дырочка даже есть для того, чтобы повесить на елку. Ну, вот как раз чем-нибудь пенопластом заполним и повесим, да, Маша? Будет на елку. А Ваня ням-няма. Ваня анализы сдавал? Да. Сейчас с Ваней будем прибираться, все делать. Маша, это приберешь? Да. Ваня тут и ням-няма открывать. А где ложечка-то? Вон, Ваня, этой ложечкой вот так вот надо кушать. Маша в школу собирается. Вкусно? Да. Ваня не ударился, когда мы упали? Нет, не ударился. Мама зато сильно ударилась. Мама упала. Да, мама упала, да. Да. И ты, да. Ты на маму упал, да. Сильно упал? Кабунный. Возле автобуса, да, упал. Да, ну ничего. Там лед. Мы упали, я его на руках же держала. Возле крипара на остановке. Я тоже. Ну вот так вот. Ладно, Ванечка кушает. Вкусненько? Да. Сходили в больницу, все нормально. Ваня сел кушать супик, да, Ваня? Ванечки поубирать. Также ему дала две орешки со сгущенкой. Ну, он сказал, фу, он не любит такое-то. У нас Маша такой любит, да? А Ваня супик кушает. Приятного аппетита. Скажи спасибо. Спасибо. Мерю все это, блин, не могу. Виски разламываются. Сейчас посмотрим, что у меня покажет. Вообще не могу. Состояние такое, чтобы... 95 на 77. Пониженное. Пришли мы с садика. Уже ребятишкам сегодня дали вот такие вот кульки. Но один порвался. Тут Ваня и Марине. Ваня как на больничном, поэтому ему дали домой. Сейчас покажу, что в кульке. Ну, вот первое, это шоколадка в Ваненом кулечке. Сейчас сначала посмотрим, что... Потом Ване тут идет апельсинчик, яблочко, груша и сок. Вишня, яблоко, черноплодная рябина из натуральных садов. Вот такой вот Ванечкин кулек. А у Марина, наверное, такой же. Потому что это именно чисто от садика. Ну, а у Марина такой же. Тут капуста еще лежит. Только у нее, наверное, вкус нет. Такой же вкус и шоколадка Аленка. Спасибо большое с садикой. Вот в таких красивых пакетиках. Ну, вот у Вани пока я не встала, он порвался пакетик. Хотя вы кем пакетик? Потому что не надо шоколадок. Вот такие вот подарочки детки в садике получили. А на елке, которые мы сдавали денежки, они позже получат. Вот так вот, ребята. Сегодня, ребята, ничего не снимала, потому что не могу. Спина болит, надо убирать шоколадки. Это не получилось. Потому что вообще вот до обеда вот что смогла засняла. После обеда все. Я просто, честно говорю, я лежала. Потому что у меня очень сильно болит копчик. На, и Ваня унеси. Фрукты потом вам помою, надо помыть их все равно. Хоть там в садике и мают, все равно помыть надо. Да, раздели все. Сейчас детки хотят вот такую шоколадку попробовать. Они такую все не пробовали. И вот пошли кушать ее. Поэтому сразу говорю, ребята, извините. Но вот сегодня вообще пока не могу. Спина болит. Я сейчас кое-как с садика дошла с санками. Ну ничего, отлежусь. Завтра будет хорошо. Сегодня у нас, кстати, морозит уже на улице. Минусовая погода. И, надеемся, будет морозик. Хоть немножко поморозит. Хоть зиму почувствуем. Ладно, на этом я скажу всем спасибо большое, что остаетесь с нами. И хотелось спросить, если кто знает, чем можно спину помазать, чтобы не болело. Копчик помазать и спину напишите, пожалуйста. Буду очень благодарна. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Не болейте. Смотрите на дороги, чтобы не упасть, не дай бог, и не повредиться. Вот как я повредилась. Но ничего. Сегодня отлежусь и будет нормально. Сегодня даже муж сказал, ничего не делай. Лежи, не вставай. А Егору дала. Так что всем спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья. Жду от вас комментарий по поводу мази. Может, какой-то. Ну и всем пока-пока. До завтра. Завтра, кстати, мы едем с девочкой в центральный магазин новый за одеждой. Поэтому завтра будет влог намного интереснее. Всем пока-пока.